Начнем с трагического события, произошедшего на этой неделе в Омске. В пятницу в Калачинске в пожаре погибли дети. Пока приемные родители были в магазине, замкнула проводку, начался пожар. В частном доме в тот момент находилось 8 детей. Двое выбрались сами. Отцу удалось вынести из полыхающего дома двухлетнюю девочку. Одному ребенка спасли пожарные. Тела еще четверых детей нашли под завалами. Но эта неделя показала, что трагедия может случиться где угодно. На спортплощадке, в тренажерном зале, на футбольном поле или хоккейной коробке. Речь о гибели мальчика на занятиях футболом. Случайность это или серьезная системная проблема? Кто допустил трагедию и вообще, как проверяют здоровье тех, кто хочет заниматься спортом? Выясняла Тахмина Теннесова. Родственники, одноклассники, однокашники по секции. Более 300 человек пришли попрощаться с сыном, внуком и другом. Мальчик с раннего детства занимался спортом. С 8 лет тяжелоатлетикой, потом футболом. Была у него такая мечта, что он стремился, он даже в детстве постоянно с мячом, с мячом. Я говорю, сейчас тебе бутсы дам. У меня просто бутсы много дома ненужных, которые уже старые там. То есть, ну и я вношу, даю ему бутсы. Сейчас человек счастливый, ушел. И вот, играл в моих бутсах. И в них и остался, к сожалению. Трагедия произошла 21 сентября на футбольной тренировке. В 16 часов 18 минут, прямо во время разминки, мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. По словам тренера, подросток никогда не жаловался на здоровье, хотя физические нагрузки были серьезные. Что жаловался, такого не было никогда. То есть, он постоянно на тренировках занимается, никаких противопоказаний. Ну, как бы, чтобы он что-то говорил мне по здоровью, не обращался. В спортивной школе «Иртыш» занимается свыше 2000 детей в возрасте от 6 до 16 лет. И таких бюджетных учреждений в Омске 27. Без медицинской справки приступать к занятиям запрещено. Детям до 11 лет достаточно разрешения от педиатра. Он один и осматривает ребенка. Также в теории врач должен проверить, не было ли серьезных заболеваний. Если жалоб и противопоказаний нет, выдает справку. На практике, если записи о проблемах со здоровьем в медицинской карте отсутствуют, то и врач о возможных противопоказаниях не узнает. Все это обобщается, и педиатр, имея специальную медицинскую подготовку, определяет, есть риски для занятий спорта или нет. Но в случае с молодым футболистом система не сработала. Мальчик умер из-за кровоизлияния в мозг, которая была следствием ранее перенесенного менингита. Были ли записи об этом в медицинской карте – неизвестно. Между тем, подросток дважды в год проходил обследование и в физкультурном диспансере. Ребенок должен пойти с родителями по месту жительства и взять выписку. Педиатр им готовит выписку о перенесенных всех болезнях. Они и спортивные врачи. Им будет понятно, ребенку нужно разрешать заниматься спортом или нет, и каким видом спорта. Менингит, да, он может повлиять на слух, на зрение, на сосуды головного мозга. Тут уже работа специалистов, и они в этом плане должны все-таки более тщательно оценить это качество здоровья и готовность игрока, мальчишки, заниматься этим видом спорта. Тем не менее, с года в год врачи разрешали подростку заниматься спортом. Но на каком основании? И то ли педиатр не упомянул выписки о перенесенной болезни, то ли спортивный врач не учел последствия. Теперь это предстоит установить следователям. В ходе следствия будет выясняться вопрос, в том числе о влиянии физических нагрузок и занятий спортом, и возможно ли было предотвратить в ходе медицинских осмотров данное заболевание у несовершеннолетнего футболиста. Трагедия, случившаяся на футбольном поле 21 сентября, к сожалению, не единственная. В 2008 году, прямо во время матча, у омского хоккеиста Алексея Черепанова остановилось сердце. По результатам судебно-медицинской экспертизы, он страдал хроническим миокардитом, заболеванием со спортом несовместимым. Совсем недавно, 16 сентября, на уроке танцев умерла семиклассница в Новосибирске. Незадолго до гибели девочка теряла сознание. Но даже после обращения к врачу никаких заболеваний у подростка не обнаружили. Однако, по версии следствия, ребенок умер из-за сердечно-сосудистой патологии. Ежегодно в России на уроках в школах или спортивных секциях гибнут дети. И у большинства из них были медицинские справки, в которых противопоказаний к занятию спортом не было. Я бы это коротко назвал приступной халатностью, когда мы говорим вопрос, наверное, недоработки и непрофессиональности в вопросах защиты здоровья. Система здравоохранения государства в частности должна, я думаю, заранее, наверное, с точки зрения логики здравого смысла, оценивать определенные угрозы по загрузке физической ребенка сегодня. А как никогда современные подростки, они перегружены. И дело не только в спорте. Современные дети перегружены психологически. Сказываются занятия в школе, эмоциональный стресс, например, при подготовке к ЕГЭ. И это на фоне возрастной перестройки организма. Возможно, все эти факторы, а не только записи в медицинской карте, должны учитывать врачи, разрешая ребенку заниматься спортом. Тахмин Атынысов, Анатолий Серов и Максим Мартынов. Омск. Здесь.